здравствуйте дорогие зрители это арт подкаст на канале артификса сегодня у нас крайне интересный гость это женя с канала около кино если вы умудрились каким-то образом не ознакомиться с его каналом то это ну за последние лет 5 наверное самый крутой вот новый канала кино что появился за последнее время давай я тогда с этого и начну когда ты комплименты они просто заходят ты можешь просто впитывать то как тебя обожают так вот когда ты появлялся именно вот только думал так вот сейчас бы сделать канал кто уже был были мастодонты так сказать бэд комедиан но бэд комедиан это немного другой формат это все-таки социальная сатира больше чем о кино а потом были начинающие в зародыше каналы крутые такие как and action не знаю я фанат более-менее чебу я не знаю по моему позже чуть-чуть появился уже одновременно со мной на чебу очень крутые ребята из тех кого я видел перед собой такие глобальные огромные примеры это соколов кинокритика ну я не восторгался их творчество было ощущение что тебе там место не найдется или ты сразу знал что вылетишь я на самом деле даже не планировал как если правильно так взять всю цепочку событий рассказать то это не была идея мне нужно зайти на этот рынок потому что он вот нуждается во мне я просто увидел в свое время я смотрел какой-то фильм с робертом дауни младшим и захотел посмотреть его биографию не читать а посмотреть на ютюбе я захожу на youtube и смотрю там один четырехминутный ролик где пять минут трехминутный ролик где пять минут рассказывают о его машинах домах о том как он наркотики употреблял и так далее я хотел узнать что он где он снимался как началась его карьера и тому подобное подумал этого нет потому что еще потратив час на ютюбе я не нашел практически такого формата нигде и вот все я начал делать такие ролики и примерно в то же время у кинопоиска по моему может быть чуть раньше чуть позже появился появилась подобная рубрика вот в принципе такая история было возникновение я просто сам больной по биографиям мне это безумно интересно не знаю почему я с огромнейшим удовольствием именно и читаю и сам делаю именно биографии как ты на это смотришь именно с точки зрения как это люди смотрят им это интересно они это с большим удовольствием потребляют чем обзоры или допустим какие-то просто на другую тему ролики просто если я знаю что у меня пол ролика будет биография я не напишу это в заголовке и в тегах нигде ролик будет называться как-то по-другому и люди посмотрят биографию не узнав об этом да я часто замечаю что если делают подобное подобное делают больше про музыкантов еще что-то последнее время появилась такая фишка делать какие-то ну ролики с кликбейтными названиями как эдвард нортон растерял свою карьеру как еще кто-то потерял все или как он добился успеха в принципе люди заходят смотрят минуту понимают как это случилось или что или вообще я обожаю функцию на ютюбе 10 секунд перемотать потому что ты мотаешь три три минуты и ты прям по видеоряду понимаешь когда будет то что то ради чего ты зашел это ну это не цель поэтому обманывать нельзя нужно говорить сразу что это будет если человек готов прийти посмотреть именно это если ему это интересно значит он задержится там не на минуту она 40 минут поэтому ну формат вот как он условно говоря как у меня начинался формат 4 минут сейчас это час он возник не то что я планировал когда я делал четырехминутные ролики что я буду рассказывать да 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 я сначала сделал ролик вот я зашел условно говоря на википедию зашел на амдб на кинопоиск еще куда-то тыкнул три факта мне показалось вот это достаточно это объяснит как этот человек стал популярным что он сейчас делает и с какими работами его нужно ознакомиться и потом в процессе просто этих фактов становилось все больше идеи где искать информацию становилось больше я помню я рылся вот есть такие файлообменники французские какие-то где видео из 90-х я делал биографию тарантино в этот момент и там просто вот видео из каан которых никто нигде на ютюбе ни разу не показывал ты смотришь они также в свободном доступе ты такого я это обязательно берем серьезные работы и под это ты уже потом думаешь когда ты пишешь ну нужно об этом тоже рассказать нужно рассказать как он попал в канны потому что у меня есть эти кадры ты идешь читаешь что было в каннах как он презентовал этом какое-то интервью я помню нашел сидит тарантино у него какие-то детские часы на руках они прям крупным планом их берут это он привет привез криминальное чтиво в канны и ну этих кадров вообще никто никогда не видел это их показываешь и ты думаешь вау это классно конечно лучше было бы поехать и снять в каннах журналиста который брал у него то интервью первое но это пока так но и это твой авторский achievement но именно с точки зрения того что люди интересуются вот есть у нас условно две возможности рассказать про человека одно это его судьба как ты сейчас делаешь я честно ни одной твоей короткий биографии не смотрел я смотрю только этот длинный формат ну ты его превосходно делаешь и это именно биография это люди хотят понять человека от и до действительно узнать его жизнь а не то что ты говорил до этого типа набор самых скандальных историй с ним что больше кликабельно конечно же набор скандальных историй все равно будет даже если у меня видео наберет 3 миллиона просмотров брэди пите если выйдет видео о том как майк тайсон чуть не там не убил брэда пита это видео наберет 10 миллионов просмотров вы всегда будет в этом такая корреляция всегда будет потому что люди которые интересуются личностью творчеством гораздо представлены в гораздо меньшем количестве чем те которые просто хотят развлечься и это неплохо люди заходят на youtube после работы или перед работой просто потому что они хотят провести хорошо время и они листают ленту им предлагают посмотреть какую-то сплетню или какой-то ролик пятиминутный где кто-то очень весело материться и он обязательно его посмотрит потому что и я сам его посмотрю потому что я проведу хорошо время но когда я не знаю что посмотреть из кино или там из сериалов я захожу на ютюб и я хочу найти что-то большое обстоятельное и посмотреть это как полноценный тоже фильм и вот ну я стремлюсь в своем творчестве чтобы это были полноценные фильмы пока конечно я не считаю что я добиваюсь этого но цель это то что человек заходит и вместо 37 серии ментов каких-то нового формата которые на ютюбе сейчас постоянно выходит он предпочел посмотреть я не знаю как это но есть очень большое количество сейчас каналов таких которые вот прям то что у них по телевизору идет они все это полными сериями выкладывают на ютюб и вот если ты заглянешь в тренды сериал менты которые прямо сейчас выходят название может отличаться какой-то глухарь может это какой-то там улицы разбитых фонарей или это просто потрясающе насколько она живучи это офф топ да люди люди мне кажется родились на съемках этих сериалов прожили всю свою жизнь и умрут там сыграли всех оперов бандитов и тем не менее биографии вот такие доскональные на твоем канале более чем собирают какой твой самый смелый прогноз на канал около кино вообще ever то есть вот какая цифра ты считаешь абсолютный но при этом возможный если говорить о самом смелом прогнозе я думаю что это уход все таки на какой-то формат документального кинематографа то есть это уход с ютюба например это hbo документари вот самый смелый ну предположим hbo документари потому что все знают вот это самый смелый прогноз потому что когда я вижу фильмы там я вот знаю я хочу делать такое я увидел там условного спилберга да биографию и я понимаю вот я бы хотел поездить поснимать рассказать но у меня есть вопросы к этим фильмам даже у учитывая что они прекрасно сделаны это огромный труд людей которые это делают но они думают что человек будет смотреть про спилберга документалку только если он идеально знает творчество спилберга но это не так вот я делаю свои ролики исходя из того что человек ничего не знает и даже если он видит то что он уже знал я пытаюсь это насытить каким-то экшеном внутри там каждой смены кадров еще что то то есть я подхожу к тому что вот ты не знаешь человека вот ты узнаешь его с нуля ты можешь не видеть ни одного фильма с киану ривзом ты посмотрел биографию киану ривза у меня на канале ты знаешь кто такой киану ривз в принципе полностью ты можешь поддерживать о нем дискуссию но если ты главный фанат киану ривза ты посмотришь биографию скажешь ты не рассказал об этом или ты вообще там рассказал все что я знаю ну и что ты же посмотрел ты посмотрел эти два часа и ты узнал все тоже самое и тебя это задержало значит все получилось это тебя развлекло поэтому самый смелый прогноз да действительно это формат который уже существует ну телевидением не как таковое телевидение не вселяет трепет но плане того что это другие бюджеты для создания это не то что другие деньги зарабатывать ага это у тебя есть возможность поехать в каждый город город который он родился который я там ищу всегда вот эти кадры оттуда причем тех времен там он родился в миннесоте в шестьдесят третьем году и ты ищешь миннесота шестидесятые как она выглядела вообще этот район пытается найти еще что-то одна фотография есть какая-то ужасная и ты вот растягиваешь на флорке и гордишься ей что да и ты потом смотришь этот ролик и это твой любимый момент потому что помнишь как ты два часа потратил на одну фотографию которую люди в этот момент отворачивались сок искали яичницу переворачивали но ты в своих форматах во первых уже вот так вот в документалистике то есть это по-хорошему какой-нибудь сейчас абсолютно уровень среднего российского документального телеканала хотя бы и по ресурсам и по итоговому продакшену как учат журналистов принципе вы готовитесь к интервью если или когда вы работаете над текстом без интервью то есть какая-то документальная история какая-то документальная статья ты рассказываешь основываясь на открытых источниках и умение работать с открытыми источниками отличает журналист от хорошего от журналиста плохого я занимаюсь именно этим я ничего не нахожу того что нигде нет если есть документальная книга о персонажа которого я буду о котором я буду рассказывать я прочитаю эту документальную книгу если найду еще одну я прочитаю еще одну если я найду еще какую-то статью которая написана на реддите 15 лет назад условных в которых там рассказывали причины конфликта какого-то режиссера с этим актером я и это попытаюсь рассказать но это по сути детективная история даже больше это не то что я знаю о кино вот как мне всегда пишут сейчас не все не всегда часто пишут о том что вот ты так знаешь о кино как ты можешь вот столько знать как в тебе это вмещается я в принципе не то чтобы какой-то эксперт я я бы не смог преподавать на кафедре кино я бы просто я умею пользоваться открытыми источниками и все в принципе но и видишь какой парадокс получается по сейчас очень характерная вещь скрылась что по сути ты мог бы быть новой журналистикой или новой документалистикой потому что ты парень с низов ты на ютубе абсолютно самостоятельно делаешь свой контент его продвигаешь но при этом когда тебя спрашиваешь каким ты видишь свой самый смелый крутой новый этап мечты ты отвечаешь не условно миллион подписчиков а говоришь что мои работы которые сейчас почти документальные фильмы станут документальными фильмами то есть для тебя по сути привычен производимый контент а то куда он там будет выливаться это уже не суть важно ну цели действительно цели вот я не понимаю тех целей когда люди действительно стремятся искренне мне нужно набрать миллион подписчиков мне нужно набрать миллион просмотра набрать а про что мой контент доступен для такого-то количества людей что вот я хочу дать миру гая ричи ну условно там вот рунету гая ричи и важно ли тебе сколько это посмотри или есть избранные ну и слава богу что они есть потому что избранные мои самые лучшие я наверное только несколько раз сталкивался с тем что вот я смотрел на статистику после но как я что-то сделал и был вот по-настоящему не удовлетворен я думал я столько трудился я столько вложил в это времени и это не получила не никакого отклика потому что может быть это заниженные амбиции в этом плане но если я смотрю я выкладываю ролик и вижу что там посмотрела 10 тысяч человек первый день я уже понимаю все хорошо просто не потому что я не хочу чтобы их было сто тысяч я просто знаю что это посмотрела та аудитория которая вот та часть аудитории которая пристально следить за моим творчеством и они оценят они скажут мне если что-то плохо они скажут мне если что-то хорошо как бы я научусь больше то есть цель не показать это максимальной аудитории а научиться максимально большому количеству получить обрести максимальное количество навыков за время создания этого и после выпуска ну это клёво но вот вопрос который я прям хотел себе задать это сейчас опять youtube совершенно изменился он уже вообще не такой как пять лет назад и у тебя на канале это ярче всего прослеживается что у тебя есть ролики которые набирают полмиллиона а есть ролики которые набирают 20 тысяч и это зависит исключительно от темы потому что качество у тебя по моему абсолютно стабильная на роликах даже две но это стримы может какие-то или что-то такое нет это были я сейчас повдалял там переводы например я делал раньше перевода некоторые и причем нет некоторые переводы набирают 70 80 тысяч некоторые переводы набирают 2000 хотя темы тоже интересны мне кажется что тут уже зритель этим руководит зритель зритель приходит на видео о киану ривзи о квентине тарантино он смотрит биографии думает класс классные биографии он подписывается на меня и он не даже не смотрит что там еще есть он просто посмотрел несколько биографий и потом когда у него в новостной ленте или там в рекомендуемом появляется мой другой выпуск там а там где рассказываю о сериалах там где мое лицо на превьюшке еще что-то он не замечает он просто но это слепая зона пролистывается да слепая зона он просто он пришел к этому конечно так и должно быть с этим не нужно бороться не нужно пытаться чтобы все ролики были там взрывали мозг пусть будет что будет ты считаешь ну есть как есть форматы для души есть форматы ну вот most watch это плохо говорить о деньгах всегда но most watch и я тратил по на них в среднем по две-три недели и они приносили мне за все время после выпуска по два доллара они принимают они ничего не приносит это просто ты хочешь искренне поделиться и люди мне часто пишут где следующая часть еще это лучшая награда это просто по нему ты понимаешь что это кому-то пригодится и когда у тебя будет свободное время ты сделаешь что-то для души ты расскажешь о каком-то сериале о каком-то фильме как о котором никто не знает раскроешь его но это не обязательно именно эта рубрика то есть это каждая такая вот рубрика она как делится контент для души и тот контент который ты помимо какого-то собственного удовлетворения ты вкладываешь него какие-то планы какую-то ну там даже грубо говоря монетизацию еще что-то ты ожидаешь от него чего-то вот у меня был такой момент когда у меня все биографии биографии выходят после голосований люди сами голосуют зато какая биография будет следующий и я делаю победителей то есть это максимальное количество моего моих подписчиков проголосовало за этого человека и я вот сделал биографию скарлетт йоханссон и вообще никто не смотрел по сравнению с остальными для меня это было да и для меня это был шок потому что я потратил на нее больше месяца на подготовку и не то чтобы я являлся ее фанатом ну как я заметил кстати во время работы над биографиями что как бы ты не относился к актеру к режиссеру неважно когда ты делаешь о нем вот такую глобальную работу ты вот начинаешь его любить искренне даже если он тебе был вообще не интересен ты начинаешь эмпатия начинается да ты узнал всю жизнь ты понимаешь какие-то решения свидетельства и так далее ты видишь закономерности в принятии каких-то решений ты понимаешь что вот в детстве этот человек пережил это и поэтому когда он отказывался от этой роли он руководился этим понятное дело что все это объяснить ты не можешь ты же получаешь гораздо больше информации во время того как готовишь этот ролик чем в итоге и выдаешь потому что ты пытаешься все сжать все скомпоновать и чтобы все шло в угоду истории то есть ты не можешь отвлекаться вот потому что тут была очень интересная история но она никак не связана с общим повествованием это очень хорошо наоборот что в эти дебри ушел но есть другие по сути если ведь мы будем смотреть на youtube то каналы типа твоего они не вписываются же не в какую тусовку то есть в принципе блогерство это какая-то такая штука мы все еще какие-то странные ребята которые делают не совсем понятно что и непонятно за что получают и не понятно за что получают деньги при том ладно бы все получали как-то логично но при этом есть каналы но ты заходишь в тренды и там люди откровенно делают именно чтобы получить с этого деньги и просмотры и это вообще как будто не для нас вот этот ролик никогда не окажется в трендах половина других вот роликов из этой сферы тоже не окажется потому что у нас другая аудитория у нас совершенно на по-другому реагирует на все и мы вообще не про это ты ощущаешь себя каким-то элитарным или наоборот отрезанным или вот твое взаимодействие с другой блогерской сферой она очень есть или сегодня первое взаимодействие да я немного общался в принципе то есть совсем такие точечные выстрелы какие-то привет привет интересно интересно на уровне в директ инстаграм что-то друг другу написали следил видел да еще что то то есть какого-то сообщения нет и действительно ты чувствуешь себя не элитарным каким-то чувствуешь себя отрешенным в этом плане потому что тебе не с кем посоветоваться тебе не с кем поделиться какими-то своими находками или наоборот вопросами а если ну как бы если в любой тусовки творческая еще что-то всегда есть эта компания и тут как ни странно этого нету есть среди определенных групп блогеров которые этим занимаются и зачастую это не потому что они по интересам собрались они были зачастую знакомы до этого эта часть подкаста у нас будет не совсем обычный потому что на этот раз гость приготовил аж десяток тезисов которые можно обсудить и это не совсем подкастовый формат потому что если бы просто прямо разговаривали это было бы на четыре часа но сейчас я отобрал восемь тезисов и предлагаю каждый из них мы не будем прям вот прям по порядку но все их мы пройдем в экспресс режиме и пытаясь на темы на которой уже что-то было сказано говорить только самое интересное и сейчас вдруг пришло в голову что я абсолютно забыл все тезис о которых мы говорили лучше и кажется что ответить что-то будет крайне сложно ну давай попробуем арт-хаус и как его смотреть я предлагаю на это ответить именно как лайфхаки не типа вам нужно насмотренность там разбираться или что такое именно лайфхаки лайфхак вот от жени около кино смотрим режиссера биографию смотрим что его вдохновило на фильм смотрим там если это вдохновлялся человек живописью вдохновлялся человек какими-то авторами либо каким-то зачастую это всегда так либо какими-то другими режиссерами мы понимаем все так же как и современное творчество чтобы понять современное творчество нужно предысторию понять подойти просто картине и насладиться и довольно сложно когда ты знаешь всю предысторию ты понимаешь вот был потрясающий фильм с робертом паттисоном и я честно говоря вот посмотрел он нечаянно я ни черта не понял просто думаю что происходит потом я читаю предыстория читаю что авторы задумывал и думаю это гениально это один из лучших артхаусных фильмов которые я видел но из-за того что я этого не понимал я просто лишился огромного удовольствия поэтому просто проводим небольшую такую документальную работу перед тем как смотреть артхаус вот если в виде лайфхака абсолютно согласен единственное что хочется добавить вы в итоге должны получать удовольствие если вы не получаете удовольствие от того что смотрите значит вы делаете что-то не так далее идут экранизации книг самое интересное что ты можешь вкинуть если мы не читали книгу и не смотрели фильм сначала смотрим фильм всегда и очень потому что никогда не по тебе никогда не понравится фильм после книги ну то есть шанс один из ста просто потому что твоя фантазия рисует все гораздо дороже чем любой бюджет любого фильма и даже если это фильм не требующий бюджета твоя фантазия прощает твой мозг прощает очень много ляпов которые не прощаются когда ты получаешь одновременно аудио визуальную информацию ты следишь за огромным количеством всего одновременно а когда ты читаешь книгу ты поглощен процессом ты просто условно говоря очень часто вот например детективы я не знаю я иногда себе позволяю почитать какие-то просто будет это круто это реально расслабляет и учат как раз тому как пишется что-то очень остросюжетное и вот ну банально если бы я смотрел фильмы по этим детективам я был мне кажется 100 и 100 все бы вот так раскусывал потому что намеки они на поверхности но из-за того что ты читаешь и ты увлечен сюжетом ты фантазируешь себе все ты не обращаешь на это внимание потом когда это складывается в картинке в конце фильма ты получаешь наслаждение когда ты смотришь детективный фильм ты уже изначально настроен я сейчас все найду но это на примере детектива но это может быть и фэнтези и фантастика что угодно ты просто более скептично всегда относишься к фильму чем к книге и при этом невозможно снять не знаю сколько ты согласен невозможно снять экранизацию в смысле что была книга а получилось кино мне кажется это вообще ну нельзя так просто не получится так вы не читаем книгу и два абзаца следим за тем как описывается место да а потом мы смотрим фильмы нам за полторы секунды за 36 кадров показывают это место просто невозможно там мы попали в эту комнату чисто энергетически мы ощутили ее благодаря нашему воображению тут нам ее показали мы по сути видим плоскую картинку потому что ну нужно понимание нужно понять даже не в этом дело просто мы когда смотрим на экран мы видим по-настоящему плоскую картинку никакого объема не существует и это уже мозг тебе помогает чуть-чуть представить что это не плоская картинка так это набор пикселей и условно говоря ты не можешь вообразить настолько реальным даже если ты я не знаю в окулус рифтом сидишь еще в чем в этих вар очках сидишь ты не можешь так сильно проникнуться как когда ты читаешь книгу этим пространством потому что так ты действительно себя ставишь в это место и это понятное дело что это не только про окружение говорится и про человека еще что то потому что когда ты читаешь и видишь образы ты их как бы от себя ну по станиславскому словно говоря читаешь по станиславскому ты их все реакции через свое поле через свое сознание интерпретить и к вопросу того что книга всегда сильнее фильма у меня есть тейк который мало кто знает есть фильм парфюмер который снят по бестселлеру парфюмер притом сам фильм крайне успешен и книга крайне успешно наверное это было крайне популярная и успешная книжка вот и фишка в том что автор парфюмера ему предлагали на роль режиссера экранизации стэнли кубрика и он категорически отказался на и по словам тех кто это описывает потом он отказался именно потому что он видел пример сияния и он понимал что фильм так как это в любом случае будет отдельное произведение он может затмить оригинал и поэтому мы сейчас видим что режиссер который снял парфюмера он больше ничего даже в половину столько же успешного не снял за свою жизнь сейчас мне кажется сейчас очень частое явление того что фильмы фильмы практически всегда затмевают книги просто потому что в последнее время книги читает гораздо меньше людей чем смотрит фильмы все вот марсианин фильм его все хвалили его все обожали я этот пример всегда вставляю в разговорах в разговорах со всеми я всегда говорю о марсианине когда мы говорим про экранизацию книг смотришь фильм не читая книги потрясающий фильм великолепная игра мэтта дэймона комедия экшен саспенс все присутствует читаешь книгу и ты видишь просто невероятный труд человека который представил себя в этих предлагаемых обстоятельствах и описал каждую деталь как он спр как бы он справлялся с этим если бы он там был в этих условиях и потом вот я например прочитал книгу сначала мне не повезло ага и чтобы посмотреть фильм я подождал три года я посмотрел в начале этого года или в конце прошлого я подумал да неплохо но если бы посмотрел фильм сразу после книги я бы возненавидел потому что трейлер возненавидел я увидел эти какие-то там колеса еще что-то эти марсоходы которые были такие нелепые по сравнению с описанием книги что что как как они это сделали а это абсолютно обыденная вещь кинематографе мы упрощаем мы не объясняем очень долго но мы это не мы в смысле а кинематографисты если представляет начал сразу она достойно если представлять вот такой fight на одной стороне у нас оригинал а на 2 экранизация то в обстоятельствах других планет вот сеттингом марсианина мне кажется гораздо больше шансов экранизации ну просто потому что визуал на нашей стороне но в случае когда наоборот и допустим кейс мастера и маргариты очень много попыток не одной успешной на мой вкус по крайней мере я пытался смотреть почти все и мне супер не нравится это просто они не вывозят вот дать той харизмой атмосферы что в оригинале есть понятно что ее нужно конвертировать типа в изображение но никто не может я смотрел один вот первую экранизацию которая по моему не выходила в широкий свет так сказать вот это была такая как она запрещенная называлась либо эта легенда была я точно не знаю до того как прочитал роман и я такой думал это потрясающе это очень интересно кто мне прочитал роман и все да и на этом закончилась и на этом закончилась история всех последующих экранизаций потому что да это нелепо это как в детстве я помню я был еще маленьким и прочитал гарри поттера первые три части потом пошел на первую часть фильма я просто смотрел и не понимал что это за бред это просто краткий пересказ как будто ты открыл учебник и тебе в двух абзацах перри перечислили что там произошло казалось бы ну банальный пример гарри поттер но даже там ну не выводит никак визуальная часть хотят и вроде эту магию видишь все так красиво все это классно но если ты читал книгу в 99 случаях из 100 как мне кажется она тебя впечатлила больше чем я поттера не читал но просто вопрос то есть среди это абсолютно стопроцентно согласное мнение среди всех кто читал поттера что книга в сотни раз лучше фильмы ничем у него нет шансов хоть когда с ней даже сравняться сейчас если я попадаю нечаянно например по телевизору на гарри поттера я смотрю такая классная режиссура такие интересные находки кадры актеры прекрасно играют и я действительно получаю там какое-то удовольствие кроме последних частей так же как и книги кстати там про фантастические твари и книги и фильмы давай быстро тогда я не читал уже просто я не прочитал последнюю часть поттера и потому что ну это я начал читать я ждал ее это я уже был подростком в этот момент я ее купил причем задорого на тот момент в твердом переплете в дорогом открыл прочитал 50 страниц бросил и все но я не смог читать и вот как только пропала вот эта аура камерность этого этой школы всего для меня разрушилась магия этого мира ну это мы ушли от тема немного но вот если продолжить и вот фантастические твари я уже воспринимал исключительно как фильмы я уже не читал ничего и как фильмы ну вы интересны опять же интересный визуал интересные находки но плане то есть я не понимаю как эти фильмы могли людям нравиться оторванными от книг может если бы я прочитал книгу мне бы действительно понравился фильм в плане того что я бы увидел то что я себе представлял а тут это показали красиво но это все равно люди же были бы все равно недовольны экранизации потому что она затронула гораздо меньше тем и описала все гораздо скуднее чем и то есть ощущение того что они вот додавливали типа франшизу она все-таки очень сильно бросается в глаза и ты такой сама ролл сама писательница роулинга продавливала это потому что ну как грубо сказать так про человека который сделал такой огромный труд но это алчность ну вообще печально потому что роулинг в этом плане совершенно невозможно ее никак оправдывать даже если очень хочется потому что она буквально у нее в последние там лет десять получался только гарри поттера и около гарри поттера несмотря на то что она пробовала что-то другое да сделать взрослые романы но это были фиаско но литературные да к большому сожалению при том что она очень талантливый автор она прекрасно владеет умением вводить в одну саспенс этого создавать этот саспенс детский детективный роман как по мне это вот жанр который она вот ну прям переизобрела потому что детский детективный роман это что-то совершила то есть в гарри поттере важная часть детектив ну а сути на такти просто детектив который сделан так чтобы его восприняли дети поняли дети ну я как ребенок вот сколько мне было лет 9 10 и не помню точно когда я читал первые три книги я читал детектив настоящий детектив я до этого читал а но там еще что-то то есть ну я уже немного понимал в литературе я с упоением это читал потому что это настоящий детектив а детективы как мы сказали ранее прекрасно до воспринимается как легкая и но при этом очень затрагивающее тебя за живое и держащие в напряжении литература ну вот мы изобрели по сути сейчас описали рецепт массового продукта да ну почему до сих пор детективные сериалы вот фильмы если вернуться к кино детективные сериалы детективные фильмы пользуются такой бешеной популярностью и какими бы они дешевыми и неудачными не были они находят своего зрителя потому что это это тот жанр который ну выполняет все функции одновременно так скажем ну и вот конкретно я допустил мысль но ничего страшного сейчас как раз понядущих следующую тему входим в случае с детективами они работали по сути за счет вот этого бесконечного накала страстей что ты и до что ты постоянно подстегнут но как раз таки разница между детективами и хичкоком что по сути в детективах главная загадка а в ужасах как раз такие хичкоковские принципы это бесконечное нагнетение атмосферы это как раз больше как по мне про триллер это именно триллер да 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 в том то и дело и сейчас у нас одна из следующих тем это фильмы прочь а конкретно фильм прочь и там рядом с ним еще 2 работа тех же авторов да я ее к сожалению смотрел я вот только прочь смотрел но был очень впечатлен и сам факт про то что лучшие триллеры за последние по моим оценкам лет пять сделали комики есть она которая переработка это ну не совсем в счет а прочь это прекрасный продукт вот как ты сам объясняешь почему комики оказались лучшими в этом жанре я кстати очень очень долго думал об этом и мне кажется есть абсолютно логичное объяснение этому процессу и этот процесс заключается в том что по сути комедия строится по определенным принципам я точно не сформулирую но это сетап там и как бы а punchline это то есть обман ожидания зрителей и это же идеальная структура для у фильма ужасов создаем ожидание чего-то и после этого переключаемся на совершенно неожиданный поворот и так таким образом мы можем отказаться от скримеров от всех этих дешевых приемов ужасов которые всем уже изрядно поднадоели потому что ну даже сейчас показать мне человеку который посмотрел там сотни фильмов ужасов какой-то новый фильм ужасов которые не видел со скримерами я все равно буду вот так подпрыгивать на удовольствие я уже от этого не получу потому что это дешевый прием абсолютно прав самый дешевый прием а вот комедианты просто переложили комедию в ужас и мне кажется что это просто такая калька вот если посмотреть фильм прочь там или тихое место тоже известного комика из офиса актер из офиса снял этот фильм да не вспомни имя да я тоже забыл тут должен появиться такой титр это дополнительные трудности при монтаже называется нашим монтажером и так вот эти фильмы построены каждый ну фильм это не просто же целый фильм это эпизоды маленькие эпизоды сценки которые разделены на куски связаны между собой и вот каждая эта сценка разделяется на сетапы панчлайн сетапы панчлайн просто это вместо юмористического исхода мы получаем ужасающий исход мы ожидаем вопреки каким-то ожиданиям в тихом месте я помню когда была сцена где главная героиня должна была рожать мы же ожидаем всего что там будет происходить и там даже в трейлерах до этого нам закладывали потом когда врывается прям и практически находит ее это животное это не животное этот зверь тогда ужасное чудовище это разрушает немного принципы те которым мы привыкли потому что мы зачастую привыкли в фильмах ужасов видеть когда а у них удается в последний момент как-то этого избежать тут постоянно идет разрушение наших ожиданий и комедианты умеет делать это лучше всех вот в принципе вот создается ощущение это почти каждое искусство она на своих этапах она все больше приходит к натуралистичности то есть условности постепенно теряются потому что для театра нормально поставить на фоне нарисованное дерево для кинематографа это уже ну невозможно совершенно компьютерной графикой ну компьютерная графика но дерево должно один как в один как настоящее выглядит вот то есть условность которую мы не допускаем и мне кажется с фильмами ужасов то что все ведут себя как дегенераты и все и все выживают только за счет удачи они выживают по непонятным причинам это условность которую мы начинаем терять мне кажется с момента выхода фильма хижина в лесу если я не ошибаюсь так чем он был примечательный сейчас объясню вот изменился мир вот ужасов вообще то есть фильм как мне кажется почему-то стал достаточно проходным но его сюжет я не буду там спойлерами раскидываться просто скажу как по мне что это такая точка невозврата в истории фильмов ужасов а ты сам был какой-то принципиальные изменения да было принципиальные изменения абсолютно уход от штампа привычного студенты отправляются я так затравлю сюжет отправляться в хижину в лесу чтобы там развлечься но постепенно ну мы понимаем в начале самого фильма мы понимаем что за ними следят и их специально направляют в хижину в лесу просто потому что спецслужбы пытаются умасливать какое-то величайшее исчадие ада таким способом вскармливая ему этих глупых студентов и они ведут их по дурацки они ведут их по дурацким схемам которые придуманы фильмах ужасов просто потому что это самые легкие а потрясающее решение да то есть вот этот фильм мне кажется он изменил этот подход что вот увидели что как бы эти штампы были высмеяны так что после этого возвращаться к ним просто нелепо понятное дело что кто-то до сих пор снимает подобное кино но массовой популярности она уже не достигает в таком виде и просто я не буду продолжать там очень сцены там есть определенные вот ближе к финалу это там есть культовые сцены которые четко вот просто как одна сцена который настолько сильно издевается над жанром ужасов что после этого понятное дело что индустрия либо должна измениться либо пропустить этот фильм не заметить эти эти своим чередом дальше но при этом вот заметить индустрии заметить зритель это все-таки два разных существа о общности которые это заметят но и к тому же сейчас просто опережая комментарии наших любимых зрителей про то что вообще это тупые ужасы до сих пор выходят но я думаю мы на это даже не смотрим потому что мы смотрим на оборот на людей которые жанр меняют и пытаются в нем что-то искать и фильм прочь в этом плане оскар как минимум да это супер находка почему потому что вот этот момент реально динамики разных чувств и их изменения которые есть в реальной жизни и и начали делать в кино первое что я помню подобного рода это как я встретил вашу маму бесконечные переходы из комедии в драму то есть может происходить безумно трагичное событие моментально разбавляться шуткой и после этого то есть ощущение возвращаться в драму обратно в драму то есть ощущение что сценаристу это вообще не составляет труда что он бам 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 вот так раскидывает мне кажется что был открыт определенный способ достижения максимального отклика аудитории в этих эмоциональных качелях потому что даже сейчас если мы будем смотреть любой серьезный фильм мы всегда будем вот на на какие-то шутки такие отвлекаться они еще больше забивают но просто вот эмоционально когда ты сидишь смотришь какую-то грустную сцену и ты вот чувствуешь что сейчас ты заплачешь кто-то шутит и так вот грустно шутит но при этом очень смешно ты начинаешь смеяться и в этот момент именно можешь заплакать именно в момент смеха потому что ты себя уже перестал контролировать смех легче вызывает это чувство вот эмоциональные качели это ну как бы понятное дело что ими пользовались все в определенном но сейчас как и во множестве других сфер там компьютерной графики монтаже операторских работах выставлений света во время съемок сценаристы добрались до определенного такого как сейчас кажется максимуму своего то есть сейчас они управляют этими эмоциями прекрасно понятное дело что это топовые сценаристы мы не берем какие-то самые дешевые фильмы вот да я считаю их не имеет смысла вошли внимание в подобных беседах всегда есть ну как бы всегда есть определенный фон который ну удовлетворяет там самые базовые потребности то есть забить эфир на телевидении но мы говорим о таком серьезном кино и все там пользуются этим и сейчас как бы главная вообще задача и главный вот почему вот кинематограф сейчас вот говорят что он в какой-то такой части ну в части своего развития что вот непонятно что будет дальше как это будет развиваться потому что кажется что уже максимум достигнут по всему все лучшие фильмы сняты условно говоря все лучшие идеи сделаны все превращается в повторение просто потому что мы вот выработали все эти схемы на максимум как в свое время в голливуде когда снимали когда снимал хичкок там окно во двор и вот его способ монтажа этого фильма был идеальным не окно во двор головокружение окно во двор там там он был как раз революционным вот головокружение было снято абсолютно точными по точным правилам то есть по этому фильму можно учебники того времени давали по монтажу но потом случилась французская новая волна и абсолютно все разорвалось люди смотрели и не понимали как такое может быть это а шокировало как зрителей так ведь кинематографист и сейчас мы находимся просто на породе такого же свершения как и в сценарном мастерстве так и во всех остальных сферах развития кинематографа и комики которые делают эти ужасы заканчивая как бы этот вопрос они как бы являются первого вот этими первыми протыкающими этот купол как бы они его до разрыва да да и мы точно придем что-то крутое потому что ладно бы это было это были безумные какие-то очень сложные единицы как тарантино мастер сценарных диалогов такие вы такого второго не родится окей но здесь а вот ту ту фишку вот это качели эмоций которые были в как я встретила вашу маму это была драма и комедия внутри комедийного сериала в случае с прочь если посмотреть сейчас извини что перебил если посмотреть сейчас каждая комедия работает по тому же принципу сейчас каждый ситком делает именно так ну за исключением каких-то самых простых не успешно и супер высокой степени успешности фильме прочь эти камеры эти качели работают от ужаса комедии то есть буквально спойлеров не будет человек берет находит компромат который говорит о том что он сейчас встал самые страшные обстоятельства в его жизни его прямо сейчас могут уничтожить убить разделать на мелкие кусочки вот самое страшное он звонит своему другу чтобы спастись и друг начинает комедию то есть нас прям вот так переключили а выглядит это абсолютно естественно потому что жизнь примерно такая тут же еще дело вот если вернуться к эмоциям в принципе все эмоции страх ну смех наш какая-то мы расчувствовались нам стало смешно или нам стало страшно принципе генерируют одно и то же количество там какого-то выхлопа энергетического и по сути нас просто как бы нам повышает градус этим вот мы на максимальном сейчас своем напряжении от страха нас начинают смешить и добавляют еще больше потому что эта часть нас не было задействовано она как раз находилась в пачке нам начинает быть смешно но нам не перестает быть страшно и то есть мы одновременно уже два чувства тянем если нам например еще станет очень мило в этот момент а мы просто взорвемся когда в кинотеатры пустят запахи вот это будет просто мамой новый и вы по все пойдем еще раз посмотрите мера последний раз а правда особенно последняя сцена давай прыгать следующий вопрос церемонии убивают кино я думаю мы быстро это про знак вопроса нужно поставить это хорошо церемонии убивают еду как тоже есть абсолютно у меня такое как тезисная есть проблема в том что современное кино особенно малобюджетная авторская которая в свое время как раз в благодаря вот этой здоровой финансовой конкурентности как есть великолепная книга роберта родридеса как снять фильм за 30 дней до тип того и он объяснял как он хотел для испанского проката снять бюджетный фильм чтобы заработать на нем денег снять подороже фильм то есть абсолютно капиталистическая такая система а фестивали это же кое-что другое это абсолютно другое ответвление ты снимаешь фильм для фестиваля и вот да вот как я проспойлерил главную проблему ты снимаешь фильм для фестиваля ты снимаешь не кино которое хочет хочет чтобы понравилось зрителю а чтобы понравилось жюри фестиваля и вот это самая главная проблема ты снимаешь для вот этих умных людей вот честно говоря я не считаю что это проблема то есть люди просто может у нас в снг сознание такое но фестивали люди воспринимают фестивали и церемонии как какую-то высшую точку типа начальства хотя на самом деле это просто талантов вообще это ярмарка талантов вот если разобраться сейчас вот например голливуд условно говоря смотрит вышел какой-то польский фильм малобюджетный за 30 тысяч евро в котором оператор просто прыгнул выше головы они берут этого оператора к себе говорят приезжай к нам лос-анджелес подождешь сейчас мы тебя познакомим кое с кем увидел какой-то режиссер и все все завертелось и он уже снимает и через там 30 лет он супер популярный крутой представитель профессии по сути фестивале вот в этом помогает они двигают индустрию но по сути они обслуживают интересы как раз вот этих двух там двух-трех глобальных рынков то есть это голливуд это но вот не совсем голливуд в смысле как кинопроизводческое место центр и и фестивале и церемонии в голливуде это мне кажется два разных направлений условный там джейсон стэтом он хоть раз вообще был рядом с оскаром сомневаюсь но при этом в голливудских фильмах его очень много очень много и очень много тех кто работает на шоу они в итоге не имеют отношения к премиям то есть по моему и церемонии и премии не могут никому ничего портить потому что это тусовка в которую можно идти а можно не идти мне кажется что есть как бы одна проблема возможно действительно ну как бы в моем восприятии проблема преувеличена то есть того что вы задали сюда я вот ну как бы уделяю слишком большое внимание но вот честно говоря когда я смотрю на работы каких-то краткометражки начинающих режиссеров еще что-то я вижу этот как сейчас правильно сформулирую я четко вижу этот эту попытку показать вот свой уровень профессором как будто ты готовишься к экзамену ты не снимаешь фильм для себя ты не делаешь кино которое должно понравиться обывателю вот то что я говорил в начале про свои ролики когда я не делаю ролик для человека который все знает квентине тарантино я делаю ролик потому что я хочу рассказать о квентине тарантино и чтобы люди посмотрели это понравится не понравится это другой вопрос я хочу о нем рассказать и также ты должен фильм создавать всегда с такой мыслью ты хочешь рассказать историю ты и рассказываешь и ты эту историю пытаешься ну когда ты в компании стоишь и рассказываешь историю ты не обращаешься к самому умному человеку в компании и не исключительно к нему ведешь, ты пытаешься заинтересовать всех. И вот как бы мне кажется, что в этом проблема фестивалей во многом. В том, что сейчас ты как вот эта эксплуатация этих пальмовых, не пальмовых, а веночков этих вокруг. Выбор этого фестиваля, премия за лучшие. Я ведусь, честно, я ведусь. И ты такой, да, это классно. Ты включаешь и думаешь, понятно. Потом смотришь, что это за фестиваль. Это 32 человека туда приехало, из них 31 сняли фильмы и выбрали каждый свой фильм лучшим. Да, я придумал идеальное завершение для этого вопроса. Ты смотрел Великую Красоту? Да. Что, можешь объяснить? Вот смотри, я смотрел с девушкой, во-первых, я пожалел, что лег смотреть с девушкой, потому что ей было безумно скучно. И это был один из тех моментов, знаешь, когда ну покажи мне свое вот это крутое кино. Я такой, да, хорошо, вот они отработают, очень много премий, это будет круто. В итоге это был полный позор для моего кино. Это было безумно скучно. Я в итоге получил удовольствие, она уснула на середине. Есть мем такой, не тратьте своей кинорекомендации на людей, которые этого не заслуживают. Вот правда, правда. Я согласен с этим мемом, но конкретно по фильму. Как, для кого, что? Великая Красота, мне кажется, описывает в своем названии абсолютно, что это за фильм. Просто ты смотришь на кадры, ты смотришь на 8 минут танца, которые сняты в начале фильма, которые сняты так, что больше клубные тусовки ты не воспринимаешь в фильмах настолько вот живо, настолько ярко. И визуальный юмор, там насколько это все тонко. Все в визуальной, там не делают репризы, исключительно основываясь на текст, как это делает большинство комедий. Это визуальный юмор. То есть, там нам показывают танец, казалось бы, просто танец, как будто это клип какого-то рэйв-исполнителя, где он заснял этот бред. Но нам рассказали одновременно 8 историй, дали завязку на них, и потом из этого весь фильм выпутали, и каждый этот персонаж потом раскрылся. То есть, ну, и вот такие ходы, необычные сценарные, необычные визуальные ходы. И абсолютно какая-то вот эта меланхолия спокойная, которая Римом... Ну, Рим я не видел нигде так. Я не видел даже, ну, у классиков Рим таким вот... Да, как раз-таки живущим. Он чудовищно настоящий. То есть, фильм в этом плане требует от себя полного входа. Когда главный герой выходит на террасу, на балкон свой, и ты просто... Ты сидишь, особенно если ты это смотришь не на телефоне, вот так, а когда ты смотришь на каком-то большом экране, ты сидишь, и тебя просто, да, ты как будто туда попадаешь, ты как будто вдыхаешь этот воздух, этот бриз. Это, ну, как объяснять? Это тоже. Человек, который привык смотреть фильмы Марвел, и фильмы Марвел не плохие, но просто который посмотрел, там, трилогию Мстителей. Да. А тут Великая Красота, оба. Четыре фильма Мстителей, будем точны на всякий случай. А потом, следующим фильмом, посмотрел Великую Красоту, он подумает, что вы мне подсунули. Правда, там нету движения. То есть, это очень медленный фильм, очень медитативный, но такие фильмы тоже нужны. И нужно четко понимать, что ты хочешь получить от киносеанса. В этом тоже вещь. Если ты хочешь посмотреть фильм с девушкой, ты выбираешь фильм, который вас сблизит. Вы будете обниматься от страха, или вы будете смеяться вдвоем. Ну, если вы хотите, если вы с девушкой собрались подумать и поговорить о чем-то, вы можете. Взять Великую Красоту с бокалом вина, разделить просмотр на трое суток. Ну, типа, понятно, но тогда главная проблема получается в том, что до просмотра фильма ты никогда не поймешь, такой он или нет. Опять же, то, что мы говорили про арт-хаус. Небольшая подготовка. Небольшая подготовка упрощает. То есть, я очень давно не смотрел фильм, не прочитав о нем что-то до этого, не прочитав какую-то прессу. Причем, я не читаю рецензии, так скажем, со спойлерами, еще с чем-то. Я просто, ну, так выхватываю немного, вот перед, перед выходом фильма, в принципе, уже объясняется конъюнктура происходящего вокруг него. И, в принципе, понятно, чего от него ожидать. Ну, еще я ведусь немного на трейлеры, но мне кажется, да. Это здорово, мне кажется, ли современного человека. И они умеют обманывать, это правда. К сожалению. Или к счастью. Просто люди, которые занимаются созданием трейлеров, вышли как раз на новый уровень раньше, чем кинематографисты подтянулись. Это правда, это правда. А гораздо больше контекста и готовности к тому, чтобы смотреть фильмы, вы можете получать, например, из артподкаста. Следующая тема, по-моему, самая интересная, потому что это абстрактный момент для обсуждения. Это театр на экране в контексте, что весь фильм сделан в очень маленьком помещении. Примеры, которые я хочу привести, они неоднозначные. Одно, это, очевидно, «Бешеные псы», но нельзя не сказать то же самое, что «Омерзительная восьмерка». А второй, это фильм «Механик». Потому что, по-моему, когда мы говорим про то, что нужно в замкнутом пространстве построить картину, всегда все упирается в то, что удачные примеры делают гении жанра. Тарантино, он именно тот человек, который может вытащить все на диалогах, да и какая ему разница, где они находятся. Есть и много дешевых примеров. Вот почему мне нравится камерное кино, почему я прям бывает вот эти топы, я смотрю часто именно вот топ-10 лучших фильмов в замкнутых пространствах, потому что ты там натыкаешься на какие-то алмазы, которые вообще никому не известны, которые сняты за 100 тысяч, а режиссеры ничего не добились, актеры ничего не добились, но сам по себе фильм, он тебя держит. Вот как ты приходишь на спектакль часто, ты приходишь на спектакль в какую-то там малый зал какого-то театра, люди, актеры, играющие на сцене, они абсолютно неизвестны, режиссер неизвестен, и такими, к сожалению, они останутся, но спектакль тебя поражит. А, вот они останутся? В смысле, в случае, конкретно с камерными фильмами? Ну, остаются, скорее, вот так я имею в виду, что так происходит, что эти люди потом, не то чтобы от чего-то много достигают, но фильмы при этом смотрятся, даже, ты понимаешь, что это не особо что-то супер, идея какая-то там, сюжет, еще что-то, но ты действительно получаешь удовольствие от этого просмотра, потому что ты чувствуешь себя в театре. И вот мне, например, не нравится в русском кино, то, что театр давлеет очень сильно, потому что практически все актеры кино проходят театральную школу, а театр и кино, это совершенно разные методы игры актерской. И из-за этого это плохо? Актер театра настраивается на роль, вот я сейчас просто в двух словах. Да, да, да. Актер театра настраивается на роль перед тем, как вот откроются кулисы, и ему нужно полтора часа держать образ. Он должен идти от предлагаемых обстоятельств, от внутреннего понимания, ну, система Станиславского, там, или Чехова, не важно. Актер кино должен отыграть, условно говоря, поднятие брови, 50 раз, если его режиссер скажет, причем идентично тому, что хочет режиссер, чуть-чуть изменить. То есть актер кино, это скорее робот, который исполняет вот эти все функции, он при этом должен сохранять все это чувство внутри себя, уметь сыграть, но это вот робототехника такая, потому что мы поставили камеру, мы сняли дубль, как ты тут сказал нет, мы поставили камеру тут, мы ты сказал опять нет, мы поставили, и ты просто по одной фразе повторяешь, как робот. Вот конкретно. По 8 часов между дублями иногда ждешь. И вот в этом, конечно, большая проблема русского кинематографа, потому что все актеры в основном приходят после театральных школ, и если режиссер не снимает в таком стиле кино, а снимает его в современном, таком американском стиле, когда все в бюджет упирается, когда все эти смены планов вот так летят, и этот актер театра сидит в своей кабинке, условно говоря, в своем трейлере 8 часов в день, и ему нужно выйти на этот образ, потом ты смотришь, как это смонтировано все, и не понимаешь вообще, что происходит. А когда режиссер монтажа монтирует, условно говоря, игру американских актеров, он берет сцену и из 30 дублей составляет одну. Потому что эти бесшовные, бесшовные переходы между этими дублями, он, в принципе, практически одинаково играет, он просто самые сильные моменты из каждого дубля выбирает. Он не монтирует, потому что тут неудачно, он монтирует, потому что самое удачное тут, другой подход. А у нас режиссеру монтажа приходится, вот тут он уже явно вообще куда-то посмотрит, тут уже он уставший, еще что-то. Ну вот, по поводу техники игры, мне кажется, во-первых, это, если у вас есть мнение, напишите в комментах, а во-вторых, это, по-моему, вполне себе тема для отдельного прям подкаста, можно его целиком потратить на то, чтобы говорить о технике игры между театралом и киношником, потому что, ну, очевидно, разные задачи нужно исполнять и вот прям поговорить с условным там каким-то кинолюбом и актером, чтобы они выдавали свое мнение, но здесь больше... Актера кино взять и актера театра взять, типично, и вот эту дискуссию провести, чтобы вот, потому что, ну, как я объясняю, это все равно со стороны. Вот да, если люди... Мы с тобой как бы говорим оба о шкуре неубитого медведя, что вот это вот так, но, как для нас, для зрителя, по-моему, всегда камерный фильм «Удачный» это чей-то потрясающий талант исключительно, потому что, по сути, вот эти обстоятельства, которые, казалось бы, дают рамки, они еще больше проявляют талант. Есть фильм «Кохеренс связи» американский, по-моему, бюджет около 600 тысяч долларов, никто из актеров не стал популярным, режиссер не стал популярным, но вот обязательно посмотрите этот фильм и вы поймете, о чем я. То есть, это фантастика, которая вот снята, по сути, в одной комнате снята буквально несколькими эпизодами по вот этому микрорайону американскому такому проходок просто по дороге и все, все остальное в одной, в двух комнатах снято. И это просто невероятный фильм. И вот он, по-моему, как олицетворение камерного кино. Почему вот фильм, который снят дешево, ты видишь, что он снят дешево, ты видишь, что актеры играют не очень, ты видишь, что операторы не то чтобы там супер умеют подбирать освещение, кадры, заниматься цветокоррекцией, но это просто, ты смотришь и ты понимаешь, что ты будешь этот фильм советовать каждому потом. Окей, тогда от тебя этот совет взяли, от себя в эту тему посоветую фильм «Механик», если вы хотите увидеть именно работу профессионала в замкнутом пространстве, потому что в отличие от «Бешеных псов» и того, что ты только что посоветовал, это не какая-то сценарно-актерски и еще прочая крутая штука, это мочиловка с Джейсоном Стэтэмом, но при этом, если обычно в него вбухивают бюджеты, то здесь взяли классического Стэтэма и замкнутое пространство и расписали так, чтобы это смотрелось действительно интересно. Ну вот, если как добавим в эту тему немного, так сказать, поп-культура, пила. Вот, да, вот замечательно. Пила – это камерный, абсолютно камерный феномен успеха этого фильма заключается именно в его камерности, потому что мы видим это замкнутое пространство, оно на нас давит, и мы как, ну вот мы чувствуем этих людей, мы понимаем их, потому что осознать мир, который 20 квадратных метров нам намного легче, чем любой другой, открытый мир, когда ты смотришь Барри Линдона, Стэнли Кубрика, с этими просторами, с этими армиями, у тебя просто глаза разбегаются, это великолепный фильм, но это просто абсолютно другой уровень восприятия, когда ты смотришь вот тут, даже сияние Стэнли Кубрика, камерный фильм, конечно он не камерный, если понимать, что сколько там актеров играло, сколько там площадок, там кровью залить, сколько это стоило, конечно. но это все равно камерное кино, можно его в этот жанр вести, и вот один и тот же режиссер показывает, вот как это может быть вообще абсолютно по-разному, насколько кино разное, это, ну, шикос, вот это отлично, ну, в общем, камерное кино нужно смотреть, и нужно смотреть эти топы про камерное кино и выбирать лучшие фильмы. Аминь. Кинотеатры и эстетика похода в кино, которая умирает. Давай в этом плане, ну, во-первых, там, чё умирает, все тупые смотрят Мстители, это очевидно, давай сразу лайфхаки. Нет, я не думаю, что умирает эстетика, да, я не думаю, что умирает эстетика кино из-за того, что Мстители... Я тоже так не думаю. Я думаю, что она умирает из-за стриминг-сервисов, из-за того, что тебе не хочется идти в толпу, тебе не хочется проходить эти очереди, садиться, а вдруг рядом будут дети. Потому что в Netflix это комфортней. Да, и сейчас у каждого дома плазма, у каждого уже нету... Люди смотрят на телефонах все равно, но понятное дело, что современные киноделы, понимая это, уже создают другие кадры, они другие композиции используют. Если фильмы, условно говоря, до 80-х, вообще нет смысла говорить, что ты его полностью посмотрел, полностью понял, если ты не смотрел его в кинотеатре. Потому что режиссеры отсматривали материал в мини-кинотеатрах, они делали условные гейди, шутки, основываясь на том, что будет срабатывать какая-то аудитория, энергетика, будут они смеяться вместе, еще что-то будут что-то обсуждать. И фильмы строились по абсолютно другому принципу. И поэтому я считаю, что да, кинотеатры умирают, и это действительно случится скоро. Так же, как театры, это превратится в элитарное времяпрепровождение. Кинотеатры превратятся, как только вот... Ну, театры раньше тоже там вот сначала были развлекательные, потом все это... Ну, вот как и кино, это повторяется полностью история. Были только развлекательные театры, которые были основаны, ну, созданы для масс. Потом появились театры, которые уже глубоко разбирались в вопросах. Они развивались, 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 вышли на свой пик. И потом, когда появилось кино, они начали гаснуть. И вот сейчас это просто элитарное времяпрепровождение. И так же, мне кажется, произойдет с кино. Но сейчас вот этот пик со спецэффектами пройдет. Как только человек невозможно будет удивить компьютерной графикой и спецэффектом, он начнет охладевать к этому жанру. В плане... Вот как походу в кино в IMAX и так далее. Вот и элитарность, и такая... Вот времяпрепровождение в кино, оно поимело другой статус, по-моему, уже. То есть, действительно, уже поход в кино перестал бы чем-то регулярным, потому что есть Netflix. Но при этом оно не стало элитарным с точки зрения цены. Мне кажется, кино не подорожает. И просто нет резона ходить туда, допустим, каждый день или даже каждые выходные, может быть, потому что можно дома Netflix посмотреть. Но при этом, если вам нужно куда-то выбраться, то кино остается таким же отличным вариантом. Тут согласен. Это единственное, мне кажется, что держит на плаву индустрию эту очень сильно. Потому что, когда ты идешь в кино, ты платишь условные 300-500 рублей за 2,5 часа хорошо... В зависимости от фильма. Хорошо проведенного времени. И, в принципе, такую корреляцию цены-качества ты нигде не получишь в сфере развлечений. Да, это единственное, что сдерживает. Но мне кажется, что в свое время то же самое можно было говорить о театре. Да, да, да. Но в итоге, мне кажется, кино, так как... Ну, все-таки театр, там же все-таки живые люди, актеры. И театралы живут в театре. Кинематографисты не живут в кинотеатре. Театр дороже в создании, как минимум. Да, это немножко другая история. И еще я хочу эту штуку закончить лайфхаком, пока лето не кончилось. Или, если вы смотрите это сильно позже, на любые ваши отпускные, которые выпадают на будние дни. Встаньте с вашим человеком, с которым вы хорошо проводите время в 10 утра. Найдите сеанс 11-12 часов. Он всегда будет ультра дешевый. И обязательно в вашем городе есть кинотеатр, который крутит прокат, типа, полугодичной давности. Не, типа, самая свежая какая-то фигня. А действительно лучшие фильмы за последний год или полгода в Москве, это кинотеатр Соловей на Краснопресненской. Сходите в него задешево, вы придете в пустой зал и отлично проведете время. Дальше тейк, который хороший, но мне кажется, для очень многих уже очевидный по мере появления таких каналов, как твой, монтаж — это ключевой этап создания фильма. Мне кажется, эту тему можно объяснить вообще одной строчкой. И если вы не понимаете, почему монтаж — ключевой этап создания чего угодно, попробуйте что-то снять и смонтировать. Более того, если у вас есть какой-то такой видеографические амбиции и друг рэпер, то просто идите с ним по красивым местам на районе и очень много раз проснимите, как он читает свой трек на камеру. После этого на монтаже вы с ума сойдете от своих возможностей. Вы будете чувствовать себя Брюсом всемогущим от того, насколько разные вещи вы можете создать из одинаковых фрагментов. На самом деле монтаж — это, наверное, одна из тех сфер киноиндустрии, которая еще явно не на своем максимальном уровне. Вот это настолько глобальный процесс создания фильма, что даже величайшие умы, которые создают сейчас кино, причем я считаю, что режиссеры монтажа именно создают кино, именно они его создают, потому что это все равно, что кто-то сфотографировал картинку, кто-то эту картинку придумал, как она будет выглядеть, а потом человек сел и этот пазл собрал. И причем, в отличие от обычного пазла, это просто квадратики, без вот этих граней, которые нужно вставлять. И тебе нужно... и ты можешь создать из этого количества вот этих квадратиков бесконечное количество вариантов картинки законченной. И, как по мне, монтаж — это и есть вот это создание бесконечного количества вариантов, потому что вот величайшие режиссеры монтажа могут снять, ну вот снятый фильм взять, получить к себе на руки, отсматривать материал и потом смонтировать, например, 10 черновиков, абсолютно разных черновиков, и режиссер придет и будет смотреть. Ну, не обязательно они целый фильм, понятное дело, они не монтируют сцену. Они в 10 вариантах могут ее смонтировать и показать режиссеру, и режиссер выбирает. И, по сути, в этом смысле мнение режиссера свелось к выбору. А режиссер монтажа создал эту сцену. Вот, например, фильм «Помни» есть, великолепный Кристофер Нолана, один из первых. Это фильм, которым просто режиссер монтажа этого фильма — Доди Дорн. И этот фильм создан на монтажном столе. И таких примеров огромная куча у Гадара. Его первый полнометражный фильм, он создан на монтажном столе, потому что, если вот покопаться в истории, фильм, которым он писал сценарий в день съемок, каждый день, и заканчивали съемки только когда он прекращал писать. И потом, когда его возненавидела вся съемочная группа, все актеры, все, что он отснял, он принес на монтажный стол, и вместе с режиссером монтажа они смонтировали фильм. И, по сути, этот фильм собрал режиссер монтажа, который увидел в этом закономерности и увидел потенциал. Потрясающе. И вот тут можно очень долго говорить, я могу на правах рекламы, вот у меня следующий выпуск «Гений в кино» будет о режиссерах монтажа. И там я об этом очень много говорю, просто на самом деле, вот как будто ты смотришь вот пласт какой-то кинематографа, которого вообще не было, как будто это айсберг, который переворачивается, и просто 90% были под водой все это время. Это, кстати, я каждому могу посоветовать, из ныне смотрящих, для кого вот предыдущее сказанное не было очевидным, просто задумайтесь над тем, что выход персонажа из дома можно снять именно с монтажом просто тысячей разных способов. Это может быть элементарно, просто бам, он хлопает дверь, и он уже на улице, и ты это понял. Да, и все, и он на улице. Он может оказаться в другом месте сразу, и ты это понял. Да, даже без выхода на улицу, просто переместился куда-то. И это может вам очень сильно разнообразить вообще процесс просмотра фильмов. И тогда мы будем переходить, наверное, к самому последнему вопросу. И это будет даже не столько вопрос, сколько нравоучение от нас обоих. Обязательно. Это правило, которое нужно выполнять. Смотреть фильмы с субтитрами. Расскажи все плюсы. Ну, вы видите актерскую игру, такой, как она задумывалась. Смотрите фильмы с субтитрами не только американские, смотрите фильмы с субтитрами на любом языке. Вы поймете его магию, потому что дубляж, как минимум, сведение звука всегда другое. Оно абсолютно другое. И звукорежиссер не зря получает Оскар в конце года. И вот когда вы смотрите какой-то фильм, а потом он получает Оскар за звук, вы думаете, что, почему? Нет, просто вы не видели этот фильм, по сути. По сути, просмотр того же фильма, который вы смотрели с субтитрами, абсолютно новое впечатление оказывает. Я смотрел очень долго, был знаком с Тарантино тем же, вот мы много раз говорили о Тарантино, только по переводу Гоблина. Я думал, какой классный, какой классный, все супер. И потом, когда я выучил английский язык, я посмотрел в оригинале, и я просто посмотрел заново. Я не ожидал, что такая разница есть. Но даже если бы я не выучил английский язык, а даже с теми же субтитрами от Гоблина посмотрел бы этот фильм во второй раз. То есть я бы посмотрел фильм сразу с переводом от Гоблина, а потом с субтитрами от Гоблина. Я бы получил два разных экспириенса. Совершенно. И при том, мало того, что есть акценты, которые мало того, что характеризуют персонажа или актера, очень часто актеры славятся тем, что очень хорошо играют акценты. И для среднего русского зрителя это просто недоступный пласт. Леонардо Ди Каприо очень известен тем, что он подстраивается. У него практически в каждой роли есть определенные какие-то либо дефекты речи, либо какие-то особенности речи. Причем это не акцент. Вот как, например, Кристиан Бейл, который умеет филигранно превращаться из англичанина в американца, из американца в англичанина. Да так, что он в интервью к фильму, если он играл англичанина, он говорит всегда с английским акцентом. Если он играл американца, он говорит с американским акцентом. У Ди Каприо это даже немного тоньше. Он берет географию рождения персонажа, что ли. А, то есть вплоть до округа? До округа. Ну вот посмотреть Джанго Освобожденного, он говорит очень похоже на ту манеру речи. И вот сравнить Ди Каприо в Джанго Освобожденном и... А это офф-топ, как вообще, ну, как ты это представляешь? Как, с кого Ди Каприо снимал манеру разговора колониста, временной рабовладельнии? Огромное количество тренеров по акцентам. У нас этого вообще нет, потому что в этом нет необходимости. Ну, это ясно, да. А в киноиндустрии именно американской просто, ну, вот практически все лингвисты трудоустроены, потому что они именно занимаются... Вот пародисты, которые у нас становятся пародистами и выступают на Первом канале, это те люди, которые там занимаются тем, что учат актеров изображать акценты. Вот эта физика, физиология того, как ты работаешь языком, как ты его прислоняешь куда, к зубам, как это звучит. Это прям отдельная наука. Эти люди так же популярны внутри индустрии, как популярны некоторые каскадеры или еще кто-то. То есть это есть прям известные люди, которые говорят, вот его учил, этого актера учил этот лингвист, да, там, тренер по акцентам. Тренер по акцентам. Как потрясающий тренер по акцентам. Это просто удивительно само по себе. И то есть как мы можем это понять, когда один и тот же актер озвучивает нам 30 других актер-дубляжа. Вот действительно, 30 других человек разных, с разными акцентами. Он озвучивает, и мы настолько к этому привыкаем. Я помню, я очень часто сталкивался в комментариях к своим видео, вот это только в кубике. Я смотрю только в кубике, в кубе. Ну тогда ты смотришь не сериалы, те, которые ты смотришь, а ты смотришь, тебе нравится, как разговаривает кубик в кубике. И ты можешь смотреть действительно плохой сериал, но тебе нравится харизма актера-дубляжа. И у него действительно потрясающая харизма. Но это не та харизма, которая у тех актеров, которые играют в сериале. Поэтому, кстати, многие сериалы, наоборот, кажутся лучше, чем они являются потом в переводе. Особенно плохие сериалы. И при этом для тех, кто ни разу никогда не пробовал смотреть ничего с субтитрами, вы не будете постоянно читать. Особенно, если смотрите на английском, ваш мозг постепенно переходит в такое странное состояние, когда вы понимаете почти все, что говорят люди, несмотря на субтитры, но когда слышите какое-то обмылк, слово, которое вы вообще никогда не слышали, вы переключаетесь на субтитры, и ваш мозг это ловит. В общем, это кайф, поймите это. Смотрите фильмы с субтитрами. Плюс, а на этом мы заканчиваем очередной выпуск арт-подкаста. Спасибо, что были с нами. Сегодня у нас был Женя около кино. Пишите ваши комментарии, оставляйте активность под роликом, чтобы продвигать сложный контент про искусство. До свидания. Пока.